Привет, девочки! И сколько там процентов мальчиков, которые меня смотрят? Сегодня пошел фактически... И, кстати, я это видео, хоть мальчики и девочки, я с вами здороваюсь, я это видео сейчас снимаю для своих родителей, которые сейчас находятся на самоизоляции. Они живут в Сергием Посаде в городе Московской области. И сейчас, так как им уже за 80, поэтому мы им строго-настрого сказали сидеть дома. И чтобы им было сейчас не скучно, у них есть компьютер, они смотрят мои видео. Я им обещала эти видео снимать, чтобы они видели, как у меня дела, потому что они за меня беспокоятся, что я здесь одна. Родители, не беспокойтесь, у меня все хорошо. Мамуля-папуля, привет! Хоть так вы меня увидите. Потому что, к сожалению, мы что-то там не поставили скайп их. И сейчас как бы даже зайдя... Ну, мы не сможем как бы им объяснить, как нам дать удаленный доступ, для того, чтобы мы зашли к ним в компьютер и поставили им скайп. Ну, ничего, без скайпа как-нибудь проживем. Вот, я собралась сейчас зайти в магазин, сходить в магазин, буквально ненадолго. Ну, там прикуплю, я не знаю, наверное, бананчики какие-нибудь, мандаринчики какие-нибудь. Ну, это еще не весь мой аутфит. Родители, аутфит, это значит, как выглядишь. Еще, если вы не знаете, аутфит, лук. Для моих родителей лук это лук. А для нас это совершенно другое. Так что вот и все, у меня вот такая фигня. Сейчас я не могу одной рукой одеть. И я сейчас вот в таком виде зайду в магазин и сделаю свои покупки. Хочу еще купить земли немножечко. И может быть, я не знаю, какой-нибудь, ну, наверное, может быть, базилик куплю, чтобы это дело вырастить, семена. Так что что, пройдемся, посмотрим, что у нас тут творится на улице. Я вам кое-что покажу, кое-что сделали правильно. Сейчас небольшой ветер, может быть, не слышно. Посмотрите, наконец-то, вчера полная площадка была мамашек с детьми. Ну, ума у людей совершенно нет. Сегодня вот уже я слышала, что в Москве это сделали. И сегодня, наконец-то, сделали у нас тоже. Загородили это дело, чтобы они здесь не тусовались. Вчера просто было, вы знаете, ой, ну я когда в окно выглядывала, это было жуть. Ведь уже во Франции девочка 17-летняя умерла. А сегодня сказали, в США мальчик 16-летний умер. Уже в США младенец умер от коронавируса. И я видела, как вчера гуляли и с маленькими, и с грудными, и с какими только можно, и все в куче. И вот там, посмотрите, видите, там заградили, но все равно подростки бесятся. Ну, понимаете, с детей, конечно, взятки-гладки я там записала. Ну, с родителей. Хотела, конечно, рассказать страсть какую-нибудь. Ту, которую мне моя подруга рассказывает в Италии. Она сейчас на Сардинии находится. Но не буду рассказывать. Потому что я хочу сегодня снять, ну, хоть чуть-чуть позитивное видео. Вот теперь я выгляжу вот так вот. Мамуля, папуля, смотрите, не переживайте за меня. Я вот в таком виде хожу. И, в принципе, я решила выходить очень редко. У меня продуктов очень много куплено. Я могу не выходить, ну, как минимум, я думаю, что недели две из дома у меня все есть. Сегодня вот я вышла, решила фруктов прикупить. Куплю их сейчас побольше, насколько утащу. И опять засяду дома. Не переживайте за меня. Я прохожу. Вот видите, нарисовано для вас специально. Я выхожу из магазина. Надеюсь, меня слышно. Слышали? Это я так зло сказала. Полосочки специально. Но все, как бы, сделали уже. Элементарные дела по безопасности. Зло, блин, берет. Я потому что выгляжу одна, как дура. Просто, знаете, как, в общем-то, обидно будет. Сейчас смотрю репортажи. Кстати, я сейчас все, что скажу, я не закрою ни один комментарий. Потому что по комментариям именно видно, какие люди их пишут. Так вот, в Италии, еще в других странах пошло такое дело. Почему сейчас нас немножко остановили? Потому что мы все равно не избежим этой заразы. Но тем, что сейчас меньше народу заразиться, мы даем возможность медикам. Это же вот элементарно. Почему это никто не понимает? Мы дадим медикам. Просто-напросто, ну, поменьше на них нагрузки будет. Этих аппаратов по, как ИВЛ их называют, вентиляция легких, их же не так много. Нас же тут толпы. И вот, знаете, я когда смотрю на молодежь и подростки, ну, ладно, как бы подростковый возраст там родители должны. Ну, лет 30, 25 людей. И они бегают, покупают шашлыки на шашлыки. Я же слышу, типа, сколько бухла будем брать? Ты купил там эти угли? И в это время я всегда думаю, вот когда придет тот час, когда ты будешь лежать на койке, и, например, я или мои родители, то меня и моих родителей отключат, а тебя подключат. Что сейчас и происходит в других странах. Не хотела я это говорить, но сказала. Поэтому вот эта беспечность в эту неделю, которая проявилась у многих, это просто возмутительно. Елки, я хотела сегодня снять позитивное видео. Ну, ладно. Все, хватит нагнетать. Вы каждый взрослый человек. Я еще раз призываю ходить в маске по возможностям, шить их, если у вас нету. Естественно, я сейчас приду. Мало того, что я руки помою, я еще и лицо умою. И у меня есть для рук санитайзер. Если у вас его нету, просто купите водку, хотя бы водкой что-то обрабатывайте. Я понимаю, что 40 градусов это мало. Но если у вас нету, то лучше так, чем никак. И я купила сегодня землю. Купила, знаете, семена руколы. Ура, ура, я их увидела. Я попробую вырастить руколу. Потому что сейчас весна. Солнышко уже началось у окошка. Я думаю, что это сейчас быстро пойдет. Даже не из-за того, что я буду питаться. Выращивать самая питаться. Но просто мне интересен этот процесс. Тем более сейчас появилось очень много времени. Я свои дни расписала. Я буду заниматься йогой. Буду продолжать учить английский. Ну, в общем, вот такие у меня планы. И вообще постараюсь отдохнуть. Всем здоровья желаю!